Вот зачем вам нужен человек, который пьет? Вот зачем? Даже если вы поставите условие, где гарантия? Сначала мужчина, который хочет жениться, он готов на все. Потом женился, уже расслабился. Когда мужчина женится, рядом с женщиной мужчина ослабеет, у него волевые функции ослабевают. Поэтому у мужчины в развитии его как личности, даже в его деятельности, в работе, всегда есть одна проблема. Когда он женится, у него идет спад во все. Какое-то время. А потом опять подъем. То есть он уже адаптируется к этой ситуации. То есть вот так расслабляет, что он не может как бы быть. И поэтому мужчина сначала добивается, добивается, потом женился. Потом опять подъем. И вот во время этого спада он может опять пить начать. Но зачем вам такой человек? Тоже хороший. Все хорошие, когда спим зубами к стенке. Моя хорошая, я понимаю ваши чувства, я их вижу. Будьте трезвы. Семья это как крепость, в которой человек должен быть защищен. Я не говорю сейчас о тех людях, которые уже сделали шаг. Понимаете? Вот этот шаг, он будет определять вашу судьбу. Вот судя по тому, что этот человек у вас отец пил. У меня молодец. Отец пил. Да. Вот видите, уже это означает, что у вас тяжелая семейная судьба по этому вопросу. Вот она тяжелая. И как бы есть два варианта. Или вот замуж выходить за такого человека и просто в мучение побеждать судьбу. Есть другой вариант. Ставить условия. Вот допустим, вы говорите, он не предлагает. Ну не общайтесь с ним и все. И он начнет спрашивать, почему, в чем делать, что такое. Я хочу, чтобы ты не пил. Или не хочу общаться. Два варианта. Не будет общаться? Не тогда. Ну все тогда, до свидания. Понимаете, и дальше аскезы, молитва, духовная жизнь и очищение от этой судьбы. Вы очищаетесь. В результате получается другой человек уже, понимаете, который по-другому себя ведет. То есть всегда в отношениях со своей судьбой человек должен быть строг. Вот девушка правильно сделала. Она жила отдельно, ждала, молилась. Вот это правильный, строгий стиль. Сейчас она должна строгость по отношению к себе уже проявить, а не к нему. Довершить это дело. Понимаете, у вас нет строгости. Вы очень лояльный человек. Понимаете, надо быть очень строгим в отношениях со своей судьбой. Особенно, когда ты выходишь замуж. Надо внимательно смотреть за человека. Запомните две вещи. У женщин не меняется характер. У женщин не меняется характер. Поэтому смотри, потянешь или нет, когда замуж берешь девушку. Смотри на характер, потянешь или нет. Или очень сильно обидчивая, или ранимая, или капризная. Или сильно хочет денег, или еще что-то. Это уже не поменяешь. Так будет всю жизнь. У женщины меняется характер. То, что ей хочется, она от этого отказаться не может. Все, хоть убей. Это за этим надо смотреть мужчине. А у мужчины не меняются привычки. Характер у него меняется. Он может быть просто ангелом стать. Характер у него меняется. А привычки поменять мужчине очень трудно. Тенденция всегда остается. Он ломается и именно в эту лужу лезет, из которой вылез. Понимаете? То есть тенденции остаются. Поэтому у каждого мужчины есть свои привычки. И если ты тянешь эту привычку психически, тогда выходи замуж. А если не тянешь, тогда это опасно. Ничего не поменяется. Вот женщина думает, ну я же могу бросить пить, там курить. Женщине легко бросить пить, курить. Привычки менять женщине легко. Характер нет. А мужчине легко менять характер. А привычки нет. Поэтому если он может это поменять ради вас, то еще можно думать об этом. А если вы говорите, скорее всего бросить, так зачем? Вы понимаете, вы сейчас вот, ну, чем дорожите? Я вам скажу. Вы думаете, у меня никого нет. И долго не было никого. Сейчас появился человек, мне хорошо. Мне хорошо. И поэтому я как бы не хочу бросать. Ну, чтобы мне не было плохо. Понимаете? Бог главный для человека, а не человек. Вы сейчас верите в отношения, а не в Бога. Понимаете? Ради просто того, чтобы вам было хорошо и спокойно, вы сейчас свою будущую жизнь разрушаете ради этого. Свою будущую судьбу разрушаете. Ради сиюминутного удовольствия вы разрушаете свое будущее сейчас. И еще никогда не позволяйте человеку воспользоваться собой до жениху. Никаких постелей, никакого постельного режима. Это очень важно тоже, потому что, когда женщина попадает в эту ситуацию, она привязывается очень сильно к человеку. И уже все, у нее нет выбора просто. Она просто зависима от него. Сильно становится. И все просто. Продолжение следует...